Продолжение следует... 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 или сонные мухи какие могут быть вот о чем человек из этой церкви который пришел в аудиторию молодежную о чем ему лучше никогда не говорить а то получит по шапке давайте я вам подскажу первая тема это деньги вот никогда я спи это знаю священнику нельзя говорить про деньги потому что он скажем в голове у многих из нас живет стрелять и потому что все попы они вообще очень странные личности которые гребут там там большие заходы и если я начну оправдываться если начну говорить о том что послушайте это неправда так делать нельзя ни за что и вообще ли я вот посмотрите у меня никакой запады больше нету я себя выставлю еще больше дураком она там не стоит это бесполезная бессмысленная тема каждый по ней сам по себе уже решил на там что-то и возможно может быть это менять сомнение уже без моего участия это первая тема вторая тема руководиться не готовый это вопрос существования добра底 зла в мир почему у меня происходят войны почему и происходят болезни почему в белье не зачем там умирают люди почему все это происходит это тема очень больная и очень сложно ты с одной стороны с одной стороны я говорю к христианин любящим боги который вот-вот который заботится о каждом человеке с одной стороны с другой стороны мои глаза когда я смотрю телевизор говорит мне что нет это не совсем правда потому что любящий мог он не может допустить только зла столько страданий в мире это очень странно звучит вот и в рамках любой религии в том числе в рамках христианства есть нормальное логичное объяснение вот этому феномену зла страданий смерти и не ангел и не обещание с одной стороны с одной стороны у меня есть жесткая красивая логичная система почему в мире существует зло с одной стороны с другой стороны когда ко мне от в храме реально приходит мама у которой недавно умер малыш умер ребенок эти системы не работают с платищем можно только плакать с этой мамой ему говорить только лишь на вот на языке сочувствую сопереживания ей если уж совсем по-честному совсем по честному то мой ответ вот на вопрос зла страданий смерти сводится к тому что я видел я верю что все это имеет какой-то смысл это кажется жестоким это кажется очень болезненным но я верю в то что что когда не будет сегодняшнее наше страдание будешь в пользу вообще не используют их пользу для человечества я в это верю и не более чем и говорите об этом просто бессмысленно кто-то в это верит если все это крайняя тема и как-то развивать просто 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 нет смысла ведь эти тема самая но наверное самых самых айповая эта тема существования бога вот это вообще-то самое без минус без смысл тема о которой можно говорить. Просто потому, что я верю в то, что Бог есть. Вася верит в то, что Бога нет. И, в общем-то, и все. Вот Дима, например, предположим, Дима, он вообще солипсист, он искренне уверен в том, что весь мир, который он видит, ему только лишь кажется. Все это является не более чем плодом его воображения, Диминого. А на самом деле существует только он, его сознание, и все. А все остальное ему просто-просто кажется. И Дима так считает, и он так и живет. И есть религия, которая построена на идее абсолютного солипсизма. Пожалуйста, нет проблем никаких. То есть, вот Дима в это верит, и мы его ничем не приюбедим. Нет, мы, конечно, можем под этих Диме стукнуть по голове пару раз, но тем не менее. Дима просто верит, что боль это не более чем иллюзия, которую он испытывает, потому что его воображение ему это придумало. И, в общем, это то же самое касается вопроса существования Бога. У меня нет объективных доказательств, которые можно было перевести в язык формул, в язык математики и сказать вам, что смотрите, там, там, F равно МЖ, а значит, Бог существует. Это логично доказано. У меня таких доказательств нету и быть, в принципе, не может. С другой стороны, у меня это опровержение этому. То есть, это не более чем вера. Я верю в то, что Бог есть, и все. Да. Хорошо. Ладно. Ну вот, есть, например, приположим, маленькие дети не видят в Деда Мороза. Так, здесь есть те, кто видят в Деда Мороза? Все видят. Есть ли? Ладно, хорошо. Маленькие дети видят в Деда Мороза. Но мы что с вами знаем, что Николай Деда Мороза на самом деле не существует, что Дед Мороз это не более чем плод родительских сказок, в мир которых они посеряют своих детей. Не может ли Бог оказаться такой же сказкой? Просто сказкой, которая, возможно, растянулась на тысячелетия, на десятки лет и, в общем-то, и все. С одной стороны, да. То есть, как бы, такое может быть, с одной стороны. Но, с другой стороны, теоретические существования Деда Мороза мы можем проверить. Мы можем съездить в Лапландию, облазить всю ее, там, все горы, леса, посмотреть, есть ли Дед Мороз или нет. Например, в Беларуси у нас есть свой белорусский Дед Мороз, который живет в Беларусьской пущей, такой большущий заповедник, который находится на территории двух стран, Беларусь и Польши. Вот. Можем съездить в Беларусьскую пущу посмотреть, а есть ли там Дед Мороз? Понять, что, ну, там, в общем-то, есть какая-то резидент, соседка, старичок, но это не тот Дед Мороз, в которого мы венем. Казалось бы, что с Богом, в общем-то, то же самое. Казалось бы, мы можем исследовать всю Вселенную, там, облететь на космических кораблях все ее уголки и понять, что Бога нет. Но это тоже не работает. Мы не можем таким образом опровергнуть чтение Бога. Смотрите, завтра, перейположим, вот над городом Олжским зависает нечто и говорит человеческим голосом, говорит, люди, верите в меня, я ваш Бог. Все такие, я не знаю, все начнут пугаться, в мире начинаются религиозные войны, по мне, не знаю, там, мусульмане начинают ездить к христианам, и христиане, короче, ну, мы поняли, все другие начинают ездить, вот, да, там, кто-то начинает там молиться, там, там, пришел апокалипсис, ура, или, я не знаю, или не ура, вот, вот, сидит какая-то группа скептиков и думает, ага, смотрите, вот если бы современного человека, возможно, было бы закинуть на 10 столетий назад, в прошлое, и дать ему с собой в карман, я не знаю, там, фонарик, пистолет и пачку антибиотиков. Я уверен, что при должном, при правильном подходе, если этот человек, ну, не погибнет в первые минуты своей жизни, он сможет стать божеством божеством для мира 10 веков назад, потому что он умеет творить чудеса с их точки зрения. По сути, он вылечит любую болезнь того времени, потому что у него есть антибиотики, антибиотики, они, я не знаю, там, 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 вылечат все, что угодно. У него есть пистолет, там, невиданное чудо-оружие, которое убивает на расстоянии еще с громким, там, хлопком. Но если фонарик, он маг, он может вызывать ночью день, в общем-то, при правильном подходе вот этот человек может стать божеством для того времени. Вот, и с точки зрения скептика, вот если завтра что-нибудь зависит от надвозки, он скажет, что, ууу, смотрите, люди, я ваше божество, вот с точки зрения скептика вполне логичный вопрос. А вот это вот то, что зависло, не является ли таким же, я не знаю, путешественником во времени, кто-то прилетел к нам из нашего далекого будущего, например, либо пролетали мимо Земли какие-нибудь инопланетяне, увидели, о, Земля, давайте там, не знаю, прикольняемся на ней. Вот, и проверить это никак невозможно, потому что явно мы отстаем в развитии этого существа. Мы такими говорим, слушай, существо, мы, конечно, мы не против тебе поверить, но ты докажи нам, что ты бог. Что тебе там чешет лепо и говорит, да нет проблем, хорошо, смотрите, дает всему человечеству лекарства от спида, рака и вообще всех болезней. А мы им говорим, слушай, существо, нет, так не прокачит. Вот ты знаешь, ну, как бы, вот ты нам дал не более чем лекарства, но это не доказывает, что ты бог. Просто ты намного более совершенен в этом плане, чем мы, да, намного более совершенен технически. Вот. Существо чешет лепо и говорит, ну ладно, хорошо, не вопрос. И в тот же момент умирают все плохие люди, да, там, на Земле. Вот, мы смотрим на существо и говорим, что не-не-не, существо, так дело не пойдет, потому что ты просто намного более совершенен, чем, ну, в общем, мы поняли логику. То есть доказать наличие, либо существование Бога невозможно. И когда я говорю об этой теме, я в лучшем случае выхожу в ноль, потому что я сейчас вышел. То есть, ну, как бы, ну, каждый видит, кто во что хочет. Вот, скажем, когда я для себя говорю о вере в Бога, я всегда, в первую очередь, опираюсь лишь только на внешние действия человека. Я сравниваю веру с любовью. Если я говорю своей жене, что я ее люблю, мои слова остаются не более, чем словами, потому что я знаю, что настоящая любовь – это поступки. Вот тогда, когда я, не знаю, когда я помою посуду в доме, тогда, когда я там, там, помогу с малышом ей возиться, вот тогда она поймет, что я ее люблю. То же самое с верой. Я верю в Бога только тогда, когда я реально делаю дела веры. И все, и не более чем. Ну, это ладно, это... Собственно, да, полезная информация. У нас, так, есть большая проблема. Смотрите, вы приходите в храм, и, положу, и что вы там видите? Скорее всего. Вы там видите очень непонятный язык, вы там видите очень непонятных людей, обычно старшего уже, возрастом, предпенсионного. Вот, и, откровенно говоря, вам там скучно. Я это знаю, потому что мне тоже там бывает очень даже скучно, иногда, часто. И я понимаю, что современному молодому человеку в церкви не за что зацепиться. Даже, возможно, может быть, душа ищет Бога, душа хочет остаться в храме, может быть. Но просто, ну, там откровенно, вот, нету маркеров, за которые могла бы цепляться душа, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что, скорее всего, вот этот момент, это наша недоработка, церковная недоработка. Потому что мы, вот мы, как церковь, во многом, мы должны ориентироваться на тех людей, которые к нам приходят. Вот тот язык, который существует в церкви, он сориентирован на наших прихожан, он сориентирован на тех бабушек, которые присутствуют в церкви. Им комфортно в этой обстановке. Я понимаю, что когда многие из вас, условно, состарятся, станут бабушками, дедушками, и когда вы придете в церковь, вы поймете, что это самое лучшее место, вам там понравится. Но это будет не скоро, это будет через несколько десятилетий. Сейчас пока что рано об этом говорить. Сейчас вы живете вообще в другом мире, в другой вселенной, и сейчас ваш язык, понимание окружающего мира, он другой. Отличается от того языка, на котором говорит церковь. Это наша большущая ошибка. Вот, с одной стороны. С другой стороны, я знаю, что есть такая штука, как интернет внезапно. И я понимаю, что в интернете, 90% населения интерната, это люди до 30 лет. И значит, если я выхожу в интернет, а я выхожу в интернет, я должен общаться с ними на языке, вот, вот, на языке этих людей, на языке до 30-летних людей. Потому что, ну, смысл мне говорить в пустоту, говорить тем людям, кого в интернете просто нет. И поэтому, если я там оказываюсь, то я говорю на языке большинства, на языке тех, кто меня потенциально может услышать, и кому я могу быть интересным. Вот поэтому, может быть, мой блог несколько неформальный, поэтому, может быть, на меня часто катят бочку своих же православных, православные на тему того, что, а чё это я вот такой вот странный поп, да, там, я не знаю, не кондовый, не соответствую, я не знаю, классическому вообще пониманию того, а кто такой священник на самом деле. Дело в том, что я знаю только вещи хорошие, как теория поколений. Может быть, вы слышали, нет? Теория поколений. Это очень спорная, с научной точки зрения вещь, с одной стороны, а с другой стороны, она работает на практике, очень хорошо работает. Она делит общество, как основной на пирог, на разные поколения, выделяя каждому поколению примерно по 20 лет. Очень хорошо объясняет конфликт отцов и детей. Смотрите, вот я и представители моего поколения, я, конечно, я немножко старше здесь, я присутствую, еще чуть-чуть совсем. Мы росли в одних условиях. Мы выросли в голодуху 90-х, мы выросли в условно сытные нулевые. Когда я рос, вместе со мной росли технологии. У меня появился комп, когда я был, наверное, в седьмом классе. Я рос вместе с контактом, я зарегистрировался в контакте в будущем классе в десятом, наверное. Я рос вместе с интернетом. Я помню выход первого айфона, когда мы ходили, кто-то притащил мой одноклассник айфон, мы с ним ходили, такие, покажи, покажи, что у него можно тыкать пальцем. У нас это была просто революция. То есть я рос вместе с технологией. И фишка в том, что вместе со мной, вместе с технологиями росло целое поколение людей. То есть мы вместе выросли в одной какой-то среде. А вы уже росли немножко в другом мире, совсем в другом. То есть уже, возможно, ваши первые компьютеры появились в намного более раннем возрасте, возможно. И я понимаю, что вот мы сформированные временем, в котором мы росли, в нас заложены какие-то программы, по которым мы были действовать все остальное, всю жизнь. Потому что пока мы росли, мы еще не понимали, как работает этот мир, с одной стороны. Но с другой стороны, мы впитывали технологии, необходимые для выживания в нем. Смотрите, вы приходите в гости на семьях к вашим бабушкам, предположим. Вот неважно, сытый ты или голодный, я не знаю, поел ты до этого или не особо поел. Любишь ты эту рыбу, либо не любишь. Бабушка всегда тебя накормит. Я вот по самой не могу. Всегда от бабушки ты уйдешь суперсыто. Потому что в детстве у бабушки, когда она была маленькая, еда обильная и сытая в первую очередь была наивысшей ценностью. Бабушка с детства помнит, что тот, кто тебе дорог, тот, кого ты любишь, нужно покормить. И неважно, на самом деле, голодный он или сытый. Потому что еда, это важно. И бабушки вас кормят, потому что в ней с детства живет такая программа. Другой пример. Я прихожу к своей бабушке на день рождения. Бабушка старенькая, ей уже 70 лет. Я понимаю, что бабушке у нее плохое зрение, ей нужно им подарить полезное. Я даю ей классный планшет с летиной дисплеем, чтобы бабушка не сажала свое зрение дальше. Бабушка смотрит на планшет, говорит, о, планшет, круто, а где подарок? Потому что бабушка с детства знает, что праздник и подарок это всегда, когда есть цветы и конфеты. Поэтому я иду к бабушке на день рождения, даю ей планшет с летиной дисплеем и заодно даю ей цветы с конфетами. Потому что бабушке нужен праздник. Я понимаю, что для меня основная вещь это планшет, но для бабушки символ праздника это вот цветы и конфеты. Потому что в ее поколении так было принято, потому что в ее детстве, когда она росла, когда она формировалась, действовал шаблон о том, что любой праздник без цветов, без конфет это не праздник, это фигня на постамас. И я знаю, что у каждого поколения есть свои такие вот маркеры. И поскольку мы растем все в разных условиях, мы отличаемся на протяжении всей жизни. Когда мне станет 40 лет, я не буду копией своего отца. Это возможно, многие вещи, которые он мне говорил, я пойму. Но за счет того, что мы с моим папой растли вообще в разное время, когда мне станет 40 лет, я буду другим. Я не буду копией своего отца, когда ему было 40 лет. Когда мне станет 60, я тоже буду уникальным 60-летним мужчиной. Когда мне станет 80, я стану уникальным 80-летним дедушкой. Вот таким, которых больше не было никогда, потому что я рос в уникальных условиях своего мира. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Вот. И вот эти вот фишки, теория поколения, я вижу, что они сейчас очень повсеместно появляются вот точечно во многих местах. Например, многие ваши родители, я знаю, после универа приходили работать в какой-то завод, ну вот по распределению, и там оставались работать на всю старшую жизнь. То есть вот после универа топи шел, работа с лесом, и вот ты 40 лет там до пенсии отпахал с лесом на одном-то же месте. Каждый день очень скучно, очень одиноко, там, неважно, зима, лето, дождь, снег. Вот шел в один и тот же цех, и там работал с тесарем. И это нормально для ваших родителей, потому что вот они так сформированы. Но я знаю, что вы, ваше, да и мое поколение, ну, одного поколения, вот наше поколение, мы так не сможем. Я, мы часто меняем место работы. Если мне что-то не нравится, если мне что-то не интересно, то я, в общем-то, я и не буду оставаться там, где мне скучно. Например, сейчас модно повсеместно на местах работы давать какие-то бонусы к зарплате. Например, я пришел устраиваться на работу, мне говорят, что тут вакене вопрос, вот смотри, зарплата будет там X, и зарплата X еще мы тебе предлагаем бесплатные курсы английского языка и скидку в бассейн. Как бы, ну, с одной стороны, кажется, зачем мне это надо? Дайте мне просто зарплату побольше. Но, с другой стороны, для многих представителей моего, нашего поколения, это очень важно. Мне нужно, чтобы было интересно. И, возможно, халявный английский язык в классной компании моих молодых сотрудников это вот и есть как раз таки то, что меня зацепит и оставит на этом месте работы. И так далее. То есть, вот эти вот моменты от теории поколений, они очень много, где внедряются и остаются. Вот. И потому что у каждого поколения есть свои какие-то больные места, есть свои маркеры, действуя на которые, можно зацепить это поколение и просто общаться с ним и стать с ним, ну, не знаю, как-то ближе, роднее, что ли, и вообще начать как-то договариваться. Вот. И фишка в том, что вот ваши маркеры, которые сидят у вас, ваши маркеры, которые сидят у вас, они у вас останутся на всю оставшуюся жизнь. То есть, выгодите себя вообще никак не вытравить. Вот. И, возможно, если я научусь с вами общаться сегодня, сегодня вы молодежь, сегодня вы, там, не знаю, разбитные, там, классные, пацаны-девчонки, которые очень весело пьют пиво, и сами очень классно. Но через 20 лет вы же станете чиновниками, вы же станете владельцами, там, газет, пароходов и так далее. Но ваши болячки, они в вас останутся. Еще через 20 лет вы уже, не знаю, будете потихоньку выходить на пенсию, вот, но вы аккумулируете в себе огромное количество богатств, не знаю, влияние на окружающий мир. Ваше мнение будет важным для подрастающих поколений. И тем не менее, ваши болячки в вас останутся. И если я начну, если я научусь их понимать, если я научусь понимать вас, то тогда мне, как представлены свои профессии, как представлены церкви, мне будет проще с вами общаться, то есть мне будет проще через вас общаться со всем окружающим меня миром. Это вполне обычно, это нормальная вещь, просто, например, мы в церкви, мы ее не понимаем. И, возможно, поэтому у нас вот так много проблем с тем же заполнением наших храмов, например. Вот, возможно, поэтому, потому что мы не понимаем этой вещи, поэтому мы так непопулярны в той же интернет-среде, в молодежности и так далее. Не потому, что церковь плохая, это неправда, а потому что мы просто, до сих пор мы не нашли языка, который был бы понятием удобен для общения между, не знаю, между церковью и современным поколением молодежи. И в будущем, когда вы будете, не знаю, заниматься своим бизнесом, когда будете делать то, что вам нравится, просто помните о том, что, по сути, самое важное в общении это даже не то, что я говорю, а то, как я говорю. Смотрите, например, предположим, что я профессор физики, предположим, это неправда, в самом деле. Вот меня попросили прочитать лекцию о физике в разных аудиториях. Первая аудитория это детский садик, вот, мне нужно прийти в детский садик и что-нибудь там малышам рассказать про физику. Вторая аудитория это студенты-филологи, это же филологи в основном, вот, отлично, студенты-филологи. Вот. И третья лекция это мои студенты, вот, кого я учу физики, там, выпускники пятого курса, сейчас четвертого. Вот. И я могу, у меня есть два пути, путь номер один. Я могу прийти, прочитать одинаково скучную лекцию во всех трех аудиториях. То есть я пойду, возьму в руки мел и вот-вот и спешу всю доску там вдоль и поперек разными формулами, формулами, так я буду, я не знаю, я докажу все, что угодно на доске. Все будут смотреть, так офигевать от того, что я говорю и думать, ух ты, как классно, да, там, ну, конечно, физика это, это вещь, да, но я ничего не понял, ну, как бы, ну, да, ну, это вот, видно, что человек пришел умный и все, все, всем не доказал, хотя я ничего не понял, что же не доказал. Ну, все покивают головой и разойдутся. В смысле, что физика это не для них. Но я могу поступить хитрее, я могу пойти в детский садик и вообще не написать ни одной формулы, потому что детям еще рано писать формулу. Но я могу провести кучу разных ярких опытов, разных ярких экспериментов, им нужно взорвать вместе с детьми, я могу там весело там столкнуть паровозики между собой, я могу, я не знаю, еще что-то сделать, такое, что понравится детям, они втянутся в процесс и у них где-то на подкорке сознания это очень ярко, это очень интересно, это очень круто. И возможно, эти дети во многом во время моей лекции, во время того, что я в них заложил как педагог, возможно, через 20 лет, когда они вырастут, когда они начнут определяться, куда же им податься в жизни, пойдут в физику, с классными физиками, будут двигать науку. Когда я пиду кустынным филологам, я понимаю, что филологи, они в принципе формулы не особо-то и понимают, вообще им это сто лет не надо. Поэтому я пиду, вот подойду в творческих процессах и прочитаем классные стихи про физику, например, сочиню что-нибудь. Вот филологи в педагоге подумают, елки-палки, как классно, вот чем вы тут в своем филологическом университете занимаетесь какой-то ерундой? Пошли себе в физику, дружно все пойдут и начнут двигать науку. Там можно пойти и перейти к своим студентам. Там уже, да, там уже я буду писать формулы, но я это сделаю так, я подойду настолько творчески, что студенты впечатлятся и действительно начнут заниматься физикой серьезно. Они на отвалит, они занимались этим раньше. Вот вопрос. В двух случаях, на самом деле я прав в обоих случаях. И в первом случае, когда я пришел к профессору, во втором, когда я подстраивался каждый раз под аудиторию. Вот во втором случае, когда я подстраивался под аудиторию, нарушил ли я какие-то каноны физики, там, я знаю, какие-то догматы, когда я вот в детском садике говорил о физике на языке детей или нет? Как вы думаете? Нет. Я даже потом. Вот. То есть, по сути, то же самое с церковью. Когда я прихожу в детсадовскую аудиторию, понятное дело, что я сразу не говорю о том, что догматы в церкви. То есть, в детском садике нужно говорить на языке детей в детском садике. С вами, по идее, нужно говорить на вашем языке. То есть, так, чтобы и вам, и мне, и вообще всем было бы интересно. С бабушками в церкви я говорю на языке бабушек в церкви, потому что, ну, потому что это очевидно, это понятно. Вот. И, к сожалению, мы часто этого не понимаем. Вот. Поэтому я прошу вас в будущем, когда возможно, будете заниматься своими делами, не допускаете эту нашу ошибку. Я очень надеюсь на то, что церковь поймет вот этот свой большой-большой прокол. Вот. И все-таки мы начнем говорить на языке разных групп населения. Например, все молодые люди в возрасте 13, 14, 15 лет переживают в такой период, как подростковый период, из-за кризиса подросткового возраста. Когда ребенок понимает, что он уже не малыш, понимает, что он уже не привязан к маминой юбке и начинает искать границы своей самостоятельности. Когда вот он просто вырывается из семьи, когда он пробует на прочность окружающего мира и пытается вот расширить рамки дозволенного. Это нормально, это естественно. И все подростки в возрасте 13, 14, 15 лет они непослушные, они, ну, я не знаю, они немножечко коллаборационисты. Ну, это тоже нормально, вы это знаете. Вот. Это заметили, во-первых, в Америке. Вот. И используя вот этот момент вот этого подросткового нормального коллаборационизма, сделали очень классное скаутское движение, которое работает, до сих пор там воспитывает там поколение за поколением войны. Это заметили, в Советском Союзе сделали очень классное пионерское движение. И, наверное, пионеры Советского Союза, я не знаю, наверное, это были очень такие замотивированные ребята, которые в этом возрасте делали много всякого полезного. Союз развалился, пионерское движение тоже, и вот эти вот самые пионеры, бывшие, которые искали себя, все равно жажда в поиске себя никуда не делать. Сам институт пионерства разрушился, и они пошли там колдырить по углам, шабить и вообще заниматься всякой ерундой. Просто потому, что все равно искать себя потребность есть. Момент поиска себя, момент эволюции в себе, момент коллаборационизма, он естественным для каждого ребенка 13-14-15 лет. Это нормально для каждого молодого человека, с одной стороны. С другой стороны, например, вот я читал Евангелие, и я знаю, что нет больше революции, чем революция в себе. Я могу быть сколько угодно Эрнесто Чагеварой, я могу сколько угодно там делать революцию на Кубе, но никакая кубинская революция не стоит того, что я сломаю в самом себе, не стоит того, насколько я сам как человек вообще поменяю себя и изменю вообще свою жизнь, ну вы понимаете. Самая большая революция, это революция именно в себе. Именно Евангелие призывает к революции в себе. И вот у меня вопрос, почему бы эту мысль, вот Евангелие как революционная книга, не взять и не наложить на подростка 13-15 лет, который тоже по сути революционер. Это же классное идеальное совпадение. Вот потребности молодого человека в поиске себя и собственно главной евангельской идеи, идеи революции себя. И почему мы этого часто не делаем, я не знаю, например. И вот у каждого возраста, у каждого поколения есть свои такие маркеры, за которые можно цепляться, за которые нужно цепляться, для того, чтобы найти общий язык, для того, чтобы лучше поднять друг друга. И поэтому да, я собственно призываю вас об этом помнить, этим действовать. Смотрите, я попробую немножко описать вас, вот вас как поколение, какие есть вещи, на которые нужно всегда в первую главную очередь обращать внимание для того, чтобы с вами иметь общий язык. Например, вещь номер один. Я знаю, что мы вместе с вами росли, не знаю, в культуре демотиваторов, мемов, коротких YouTube-роликов и прочей всякой вот такой вот окружающей ерунды. А значит, мы привыкли воспринимать информацию не длинными страницами текста. Мы не привыкли читать большие, нудные книги, которые делают, например, наши родители. Часто мы воспринимаем информацию дозированно, порциями и схематично. То есть мне для того, чтобы что-то понять, нужна короткая схема того, как это работает. Тогда я понимаю лучше вообще, что происходит. И вот я знаю уже один момент, будучи руководителем на производстве, я могу своим работникам, молодым людям лучше ставить задачи на том языке, на котором они понимают то, что от них требуется и эффективнее работают. Например, я знаю, что мы все росли вместе с гаджетами, с телефонами, интернетами и прочей всякой ерунды. И я понимаю, что гаджет для меня, телефон мой, это, по сути, кусок продолжения меня. То есть я не мыслю себя без телефона. Я понимаю, что когда у меня пропадает телефон, для меня во многом это часто просто какая-то катастрофа. Я понимаю, что телефон у меня забирать не нужно, потому что с детства я учился жить параллельно в двух мирах. Я сейчас здесь с вами, но параллельно мой телефон в кармашке выбирует, там что-то мне присылает сообщение, и я одним глазом отслеживаю, что же происходит в виртуальном мире. Для меня это норма. Когда меня лишают привычного виртуального мира, я теряюсь, я не понимаю, что происходит, и я чувствую дискомфорт. Поэтому у меня, как-то ни странно, нельзя отбирать телефон. Я сам найду границу допустимого, границу того, как можно одновременно присутствовать и здесь, сейчас, в данной аудитории, с одной стороны, а с другой стороны, присутствовать в виртуальном телефонном мире. Я сам это найду. Вот, чего еще? Я всегда делаю то, что мне интересно. Я стараюсь делать то, что мне интересно. Я не работаю на работе просто потому, что это надо. Я работаю на работе по двум причинам. Либо потому, что я там очень много платит, это вечная причина, либо потому, что мне интересно на этой работе. Но если нет ни того, ни другого, я не буду, как мои родители, 40 лет отдавать одному и тому же месту. Я плюну на все, еду очень за границу, буду там работать. Вот, да, то есть это тоже фишка моего поколения. Потому что я рос в условиях открытого мира. Я рос в условиях, где это норма, я не знаю, путешествовать вообще всюду, останавливаться в разных городах и там зависать. Это норма. Вот, что еще? Вот очень важный момент, который тоже, вот, мы, например, в церкви, мы часто ошибаемся вот у него. Когда ваши родители сидели, не знаю, в фунт-студичестве, и, например, сейчас первая самая лекция, предположим, по философии. Вот входит преподаватель, философ. Я уверен, что ваши родители уважали его, уважали этого преподавателя только за то, что он преподаватель. То есть входит незнакомый человек, который мне будет вести философию, и я его уважаю просто потому, что он мой преподаватель. То есть вот-вот вошел, и он уже получил порцию уважения. И он уже, вот, этой порции уважения уже как-то пользуется, и как-то, не знаю, там. И потом уже в итоге нашего общения, либо я теряю к нему уважение, либо он припитает этого уважения еще больше, да, то есть, но тем не менее, уважение это есть. Это было с вашими родителями. Вот, и преподаватель по философии, вот этот вот, который вот незнакомый мне, он мог сразу первую же лекцию начинать с позиции силы. Он мог приходить и вот говорить как уважаемый человек. И говорит, что, ребята, я вас сейчас научу, и учить чему-то вас. То есть это прокатывало, это работало с вашими родителями. Но я думаю, что с вами это не работает. Следующее, вы оцениваете людей не по их статусу. Смотрите, когда я появился здесь, я уверен, что первые, там, минут 10, вы меня оценивали. А достоин ли я того, чтобы вы меня слушали или нет? То есть в ваших головах крутилась первая такая мысль. Ну ладно, там, чувак, мы поняли, что ты прилетел из Минска, молодец, это, наверное, даже интересно, это прикольно. Но пока что мы не уверены в том, что ты достоин того, чтобы мы обратили на тебя внимание. Может быть, то, что творится в наших телефонах, намного более ценно, намного более важно, чем то, что ты нам здесь балакаешь. Вот, то есть у меня изначально лимита уважения просто за то, что меня здесь поставили, не было. Я должен заслужить вот право быть выслушанным вами. И, собственно, то, что я старался сделать. Вот, и если вдруг, если вдруг хотя бы немножко вот это право я заслужил, это уже честно заработанное право, которое уже потом, вы меня второе, третье, там, пятое, десятое, неважно, 20 лекции, возможно, уже потом я смогу пользоваться перед вами. Потому что когда-то я это право заслужил. Вот, и наша ошибка, священие выходит на проповедь в церкви. Священники сегодня говорят с позиции сильного, с позиции того, кто имеет право говорить. С одной стороны, это правильно, потому что, собственно, проповедь, сам формат проповеди подразумевает часто именно такую речь. Наши прихожане во многом это люди все-таки старшего возраста, люди, которые уважают священника только за то, что он священник. И это тоже нормально. Но я понимаю, что когда я выхожу в молодежную аудиторию, я не могу использовать это право сильного. Просто потому, что в глазах аудитории у меня такого права на старте нет. Я должен заслужить это право. Ну, вы понимаете. Вот. Чего еще, если интересного? Так, сейчас соображу. Теперь я забыл как-то. Вам и мне важен быстрый результат. Я привык получать награду очень быстро. Я посмотрел на YouTube обучающий ролик, я получил новое знание. Я залез в интернет, я по-быстрому скачал готовый доклад реферат. Я не знаю, что там там. Я в компьютерной игрушке убил 100 врагов, я получил себе медальку-ачивку за убийство 100 врагов. Я не знаю. Ну, это да. То есть я привык получать очень быстро награды за маленькие действия. Для ваших родителей была норма работать по 20 лет на новом заводе, и ничего не меняется. То есть, ну, это была норма. Для вас такое не прокатит. Например, я знаю, что в Яндексе есть параллельно с общим ростом сотрудников, есть еще вот шуточный путь тоже рост на самих сотрудников. Когда я через некоторое время, то есть через полгода работы, я назначаюсь стражем кофемашиной. То есть эта должность вообще ничего мне не дает. Ни прибавки зарплаты, ни какого-то уважения, вот, среди коллег, с одной стороны. Ну, мне даже не только личный геморрой. Все должны следить и охранять эту никому не нужную кофемашину. Но я должен их чистить, с одной стороны. Но с другой стороны, мне приятно, потому что я поработал всего лишь полгода, но уже через полгода я получил быстрый результат. Через полгода я уже уважаемый человек в этом офисе. Я уже, вот видите, я уже за кофемашиной слежу. А еще через год, возможно, я получаю другую шуточную должность, не знаю, должность, там, там, следильщика за чистотой вообще во всех кофемашинах на нашем этаже, в нашем офисе. Вот. Это тоже лишний геморрой. Мне это ничего не дает, в том числе, из них корпоративная вертикальная власть. С одной стороны. Но с другой стороны, это условно-быстрый результат. То есть поработал всего лишь год в компании, я уже ответственный за все кофемашины на целом этаже. И прям вот это, мне это очень нравится. Вот такие маркеры. Я к тому, что ищите маркеры для тех, кто вас окружает. И, возможно, поняв эти маркеры, используя их правильно, вы сможете просто лучше договариваться с теми, кто вас окружает. И, опять же таки, еще раз скажу, что это наша ошибка во многом, которую, например, я часто свидетельностью пытаюсь исправить. У меня, наверное, пока что все. Вопросы, если есть. Если нет, у меня еще есть что сказать. Можно? Да нет. Почему у нас православная ютуба все-таки удовольствовала? Если так посмотреть, у нас есть там отец Александр Кухтов, у которого 14 тысяч подписчиков. Но это по сравнению с какой-нибудь стримершей Кариной вообще ни о чем. И когда церковный ютуб наконец-то появится? Когда появятся блогеры православные? Я видел, что я не знаю, что там саторичен, я не знаю, что это качество. Я надеюсь, что священников, ютуберов будет все больше, больше, больше. Ну, потому что это модно, в конце концов. Потому что приходят молодые священники, которые будут оставить ютубер, которые, естественно, идут в пользу с этими инструментами, которые для них естественны. Я знаю, что подавляющее большинство из этих священников-ютуберов, это будет клуб полный шлаг, который будет неинтересно смотреть. Я это просто знаю. По сути, в русском ютубе происходит то же самое. У нас огромное количество школьников-ютуберов, до которых все это тошнит, с которых все просто ржут, и не более чем. Но тем не менее, среди этих священников, нормальные конкуренции, количество просто рано и просто перейдет в качестве. И тогда появятся те, кто, естественно, будут классные ребята, которые будут очень интересно смотреть, и кто будут по-настоящему, не знаю, двигать вообще все. Как вы относитесь к политической пропаганде на канале «Спаса»? Я не смотрю к каналу «Спаса» вообще. Но как относитесь к «Спаса»? Она есть сейчас особо, в последние годы? Хорошо. Я считаю, что участие в СССР большая ошибка. Почему? Потому что, например, я никогда, вообще никогда стараюсь не давать оценку тем политическим событиям. Политическая пропаганда на «Спасе», я просто не смотрю, я вообще когда-то там сильная, но тем не менее, если это не есть, то нету, не на приводе, потому что, понимаете, что это ущерб для нормальной, честной, мясняшной ребенка. Ладно, хорошо. Можно вопрос? Да. Отец Александр, вот получать ли у вас с помощью интернет-пространства все-таки привлечь молодежь в храм? Как вы это делаете? И вообще стоит ли вообще молодежи в храм заходить? Или можно все по интернету, всю информацию получить, необходимую, и в храм, да и не заходить вовсе? Как вы считаете? Вопрос. Зачем ходить в храм? Все, что я могу сделать, как человек, я могу сделать, не выходя из дома. Я могу не справиться с постели, пожертвовать кучу денег. Вот вообще нет проблем. То есть зашел там, со своей карточки, кинул на корчок храма и вот молодец, пожертвовал кучу денег. Я могу не справиться с постели, а сделать кучу добрых дел. У меня есть интернет, где в интернете я взял там, я не знаю, что я придумал, замучил какой-то там мегапроект, который там помогает нашему миру делать его лучше. Нет проблем. Я могу не справиться с постели молиться. Нет проблем. То есть на самом деле для того, чтобы молиться, вот именно молиться, мне в храм идти не обязательно. Молиться можно и дома. Нет проблем. Я могу, что я могу? Да я могу, могу. То есть все, что я могу сделать, как человек, вот вот я, мне для этого храм не нужен совершенно. храме не для того, чтобы что-то давать, что-то там делать, а в храме для того, чтобы брать. Тут уже пошла тема того, во что мы христиане видим. Вот та самая ошибка, с которой я начинал, вообще о чем лучше сразу же не говорить. Мы христиане видим, мы видим то, что в храме, через таинство, через общение с Богом, которое нам дают эти таинства, через таинство причастия, мы можем получить уникальный опыт общения с Богом. И вот за этим уникальным опытом, который доступен только в храме, когда Господь ко мне, не я к нему прихожу, а Он ко мне приходит, вот, 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 собственно, за этим опытом я прихожу в церковь. И это то, что, ну, по идее, я в это верю, нужно и, не знаю, и старикам, и молодым людям, и детям, и вообще всем. То есть я хожу в храм именно за этим. Можно ли с помощью тюрубливейский храм народ, я не знаю, на самом деле. Я на этом долго думал, и я не знаю, возможно ли это, я не знаю, получается ли мне это. Но я знаю, что цель моего канала не в том, чтобы приводить людей в церковь. Я этим не занимаюсь. Я сею зерна. Я закидываю мысли, я закидываю какие-то идеи, которые, я надеюсь, растут в головах молодых людей через 5, 10, 15, 20. И, может быть, под бьетом других жизненных обстоятельствах, которые будут в их жизни, помня про меня, такого странного священника в ютиле, который, когда-то им немножко понравился, они, естественно, придут в церковь, может быть, в том числе и с помощью меня. Либо, может быть, там, через 20 лет, помня про меня, они удержатся в ходу злобного поступка в адрес церкви, потому что когда-то был какой-то, был какой-то такой странный, смешной и непонятный я. То есть то, что я делаю, я не более чем, я сею зерна, я надеюсь на то, что эти зерна придут в свои плоды. Но я никого силком не затягиваю в храм, не ставлю перед собой такой задачи, потому что я понимаю, что я не способен ее выполнить. Вопросы еще есть? Я понял, очень со мной можно. Ладно, потом еще слово. Вам интересно, нет? Да. Хорошо. Так вот я знаю, что среди вас, вот среди присутствующих в итоге, большинство это латентно-религиозные люди. Возможно, многие из вас в интернете пишут о том, что там, там, мне глубоко плевать на церковь, либо там, я не верю в Бога, все что угодно. Но я знаю, что если вас по-настоящему, по-серьезному, прям вообще-вообще по-серьезному приставить к стенке и перезалить к затылку и спросить, видишь ли ты в Бога, я знаю, что большинство из вас, вот по-честному перед самим собой, скажут, что да, я и верю в Бога. Ну, и с чем проблема? Потому что сейчас не пришло время раскрыться ваша латентность. Вы пока еще, ну, я тоже, мы пока еще молодые люди. Вот. И в нашей жизни было пока что еще мало того, вообще, мало какого-то жизненного опыта. То есть, ну, что там было? Ну, детский садик, ну, школа, ну, там, какой-то универ. Ну, и, как бы, ну, первая любовь, да, там, ну, что там еще. Ну, может, кто-то успел жениться, да, может, кто-то залетел. Ну, это все такое, как бы, условно мелочи, да. Вот. И пока что, когда я смотрю на свою жизнь вностном, там ничего такого глобального, о чем я мог бы жалеть, пока что нету, потому что еще нету опыта, чтобы жалеть. Я сегодня в будущем, у-у-у, как много всего интересного. Ну, смотрите, пройдет лет 40-50, ну, нет, лет 30-40, где-то так же. Вот. Вы будете потихонечку выходить на пенсию. И ситуация резко поменяется. Вы будете смотреть в прошлое, будете понимать, что в жизни сделано много ошибок. Много вещей, которые хочется переделать. Либо в жизни сделано многое такое, о чем хочется, на принципе, броскается. Вот, 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 хочется, вот была бы возможность, изменил бы, изменился бы. Не поступил бы так, сделал бы по-другому. То есть много каких-то маркеров, вот, много вещей, о которых хочется жалеть. Это первое. Первое. Второе, когда смотришь в будущее, вот, вот, будучи пенсионером, понимаешь, что нет, смерть завтра не наступит. То есть еще до смерти, еще до автики, сместры. Но с другой стороны, граница смерти, она уже видна. Вот, порог смерти, он довольно-таки близок. То есть ты понимаешь, ну, сколько там, ну, 10, ну, 20 лет. Плюс ко всему сам по себе, я уже не молодой человек. Вот, уже ресурсы организма, организма далеко не те, что были раньше. Вот, и ты понимаешь, что смерть, она ближе, чем, ну, вот, чем, чем кажется. Вот, и, возможно, под действием вот этих двух вещей, то есть, с одной стороны, есть о чем жалеть прошлого, а с другой стороны, граница смерти близка, вот, вот, ладно, то есть эта скрытость, она, она раскрывается. Именно в этом возрасте многие люди, вот, вот, пенсионеры, там, предпенсионеры, постпенсионеры, вот, 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 в этом состоянии многие приходят в церкви. То есть, вот, вот, ну, понимаете. Вот, и многие остаются в церкви. Именно поэтому в наших церквях так много бабушек, дедушек, ну и вообще людей старшего возраста. Потому что вот эта вот плантантность, она должна раскрыться и она раскрывается. И я знаю, что такой процесс обязательно произойдет со многими из вас. И многие из вас, если, скажем, доживут до старшего возраста, пойдут в церковь и станут искренне настоящими хорошими христианами. И с одной стороны, это неплохо, да, то есть, ну это естественный механизм, который сам по себе работает, и как бы, ну и ладно, ну и хорошо, он есть, ничего плохого. Но с другой стороны, я понимаю, что, например, в том же интернете никакой латентностью не пахнет, да, то есть, о чем я говорил. 200% интернета это люди до 30 лет, а при том, что пик, пик приходится на 19-летних людей, то есть, больше всего в интернете это 19-летние молодые люди. Это люди, которые, ну, явно, то есть, до латентности, до раскрытия латентности еще очень и очень далеко. И поэтому, когда я к ним прихожу, именно к этой церкви, я не могу пользоваться привычным, стандартным для меня методом, ну и не знаю, методом вот общения с людьми, которые уже готовы, которые сами пришли ко мне. То есть, в интернете, ну, принято смотреть на церковь очень косо. Во многом и потому, что вот эта латентность, она еще не раскрывается и не раскроется еще очень-очень-очень скоро. Я знаю, что для ЧИИ-40, когда наше поколение вырастет, мы же все равно останемся в интернете, потому что, а, че, мы вместе выросли, для нас, ну, не знаю, наши бабушки условно росли вместе с телевизором, и они смотрят телевизор до сих пор, потому что для них, естественно, святое обитание. То есть, даже для нас интернет останется, естественно, святое обитание. В ЧИИ-40 я понимаю, что в интернете вот такие классические елейные проповеди, вот, знаете, такие вот, такие благочестивые, с колоколами, вот, вот, как, не знаю, происходит на телеканале Спас, вот, они будут заходить на ура, вот, именно нашему поколению, потому что наше поколение дорастет до такой проповеди. С одной стороны. Но, с другой стороны, сегодня это не работает, да, то есть, сегодня, я должен сказать, другие подходы, которые не задействуют вот эту раскрывающуюся латентность. Вот, и здесь работает, на самом деле, другая фишка. Вы все слышали такое основное слово, как пиар. Пиар — это не втюхивание кому-то своего товара, ни в коем случае. Пиар, на самом деле, это формирование образа в голове человека, который я хочу в это буду вложить. Дело в том, что мы мыслим шаблонами полностью. Я никогда не смотрю на, не смотрю на, не смотрю на предмет, вот, откorno как он есть сам в себе. Мне с детства вдохнули, что самая лучшая минералка — это Coca-Cola, например. Я в это верю, я покупаю Coca-Cola от случая к случаю, всегда, когда хочу себе минерал. Потому что с детства, вот, я рос в культуре, в Coca-Cola культуре. Мне с детства вдохнули Виле, я не знаю, что, что мне вдохнули, я не знаю, что мне удохнули. что я не знаю что американские мультики самые смешные мультики когда я хочу посмеяться в первую очередь иду смотрю гугли американские комедии молодежи американские мультики потому что мне это с детства долбили а сами знаем что смешная комедия есть не только в Америке вот я живу в людских шаблонах вы здесь смотрите я выхожу на рынок со своим кинопродуктом, со своим товаром прежде чем начать продавать свой товар, хороший товар, мне нужно пробиться к созданию покупателей нужно раздвинуть те шаблоны которые у него есть и вложить мысль о своем товаре, то есть должен прийти сказать что ребята смотрите мой пылесос это самый классный пылесос ну вот 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 вы должны это просто знать нужно сидеть в вашей голове на уровне шаблона, то есть я прихожу и вкладывают мысль именно в голову в голову своих слушателей и только потом когда в головах слушателей формируется кто образ о моем пылесосе хорошем пылесосе тогда покупатели идут в магазин и выбирают мой пылесос вы понимаете у меня телефон это huawei, huawei по 10, кто знает сколько он стоит? 2015 я в российских не разбираюсь, 2015, я в долларах берете, просто я из Беларуси 100 долларов что 100? 100 долларов ну да, когда я покупал, стоил 500 долларов, да, huawei по 10 это 500 долларов телефон стоит это дорого для священников, это очень дорого на самом деле я его себе покупал как камеру для ютуберов и фишка в том что я не боюсь этот телефон доставать при народе я не боюсь, потому что я знаю, что народ смотрит что это, а, huawei, да, ну значит можно нормально можно с ним общаться, да, и уже не важно сколько этот huawei стоит но если бы я достал старый, замызганный, с потертым экраном 4-й айфон то меня бы закидали помидорами, потому что ты что, фигел что ли айфон доставать, да, заражался тут хотя 4-й айфон он уже стоит там, не знаю, копейки какие-то, ну условно, да, стоят эти телефоны вот, тем не менее, то есть в реальности этот телефон стоит очень дорого, 4-й айфон стоит довольно таки дешево вот, но при этом с помидорами я закидал за айфон, потому что в ваш взгляд шаблон, что айфон это признак мажорства и поэтому я купил себе не айфон, а huawei по 10, потому что никто бы меня не обвинял в мажорстве на самом деле это мажорство чистой воды, еще плюс ко всему и лицемерие вот, то есть, ну понимаете, тут фишка в том, что важно то, что вы обо мне думаете вы смотрите на huawei и понимаете, что человек очень скромный, да, потому что умеешь хаwei, да, хороший телефон, хаwei не назовут, ребят, это с ней айфон, потому что у вас живет такой шаблон и я им пользуюсь, да, ну, например, если захочу продавать телефоны, да, то есть, я, я буду думать, ага, а че, что должен знать покупатель о моем телефоне, он должен знать мой телефон самый-самый-самый, у него самая классная камера, например, да, когда я покупал свою huawei, я именно на это повелся, на двойной фотомодуль лейка, да, то есть, ух ты, классная лейка, да, там фотомодуль двойной, там, там, один монохромный, другой, да, там, 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 цветной и вообще все очень классно. В реальности, это полная точка, нет? Камера снимает лучше. Вот, честно, лучше, чтобы я взяли специфобакцию, купил бы себе камеру вторую, да, там, да, большую, да, неудобную, но в качестве картинки было бы в разы лучше, не работает, чисто воды маркетинг. Вот, и я, собственно, к чему подвожу мысль? Я к тому, что, когда будете смотреть на религиозную жизнь, например, читать еще одну новость про церковь, про то, что в церкви все-таки козлы разворвали там деньги, либо там в церкви еще чего-то, хорошенько подумайте, а может быть, возможно, СМИ не пишут, не говорят вам правду, возможно, СМИ, которые пишут про козлов, церковников, возможно, они не более чем зарабатывают себе рейтинг, играя на шаблоне, который уже вас заложен. Вас заложен в шаблон, вас лежит в шаблон, о том, что в церкви деньги это зло, да, то есть, что в церкви там все, все только ради денег, он в вас уже сидит. И может быть, я не более чем желтостраничное издание какое-нибудь, которое просто хочет наработать себе рейтинг, который хочет наработать себе просмотров и дешевого уважения среди кого-то поколения. Поэтому я использую этот шаблон и просто пишу о том, о чем вы хотите, о чем вы готовы прочитать. Понимаете, да? То есть, я сейчас манипулирую вами, когда покупаю себе телефон Huawei. Я использую кандовый шаблон, который сидит в вашей голове, что хороший телефон Huawei не назовут. Я его использую. То же самое и с разными книгами, которые пишут про козлов-церковников, которые, я не знаю, или будут деньги лопатой. То же самое со книгами, которые говорят о том, что папа Римский молодец, а Патриарх Кирилл не молодец. В реальности ситуация другая, другая карта. Поэтому я прошу вас, будьте осторожны вообще во всем. Потому что, на самом деле, мы не смотрим на информацию такую, как она и сама по себе. Мы смотрим через шаблоны, через шаблоны, которые в нас заложены. А самое страшное, это то, что многие пытаются и успешно это делают. Они вкладывают в нас новые шаблоны такие, которые им нужны. Вот. Я не знаю, хорошо это или плохо. Это очень отдает чистой воды манипуляции. Вот. И это нечестно со мной стороны. Но, с другой стороны, мы живем в таком мире. Это важно знать, это важно помнить. И, когда будете сталкиваться с информацией о церкви, в том числе, тоже помните об этом. Вот, пожалуй, так. Спасибо. Это не запах. Вопросы? Православиями не хватает вашей беседы. Вот, все молодая аудитория, да, молодежь. Великий пост. Может быть, как-то вы какое-то слово скажете. Не только про интернет, а, может быть, что-то такое. Слушайте, у меня есть... Ну, путься какой-то, я не знаю. Есть такой канал. Как священник. Назад-назад, батюшка ответит. Вот. Дам все сказанное. И про Берегипласты, и вообще про все. Нет, я к чему. Скажем, для меня православие – это разговор очень интимный, очень личный. Я не хочу эту тему пройти в разговоре с вами, потому что я не знаю, кто вы есть на тех. Ну, понимаете, все хорошо, что признаваться в любви девушке, которую ты не знаешь. То есть, ну, это очень рискованный шаг. Это очень... То есть, ты можешь признаться в любви, а потом понять, что ты попал очень капитально. Потому что девушка оказалась немножечко странной. Вот. И поэтому, скажем, очень сложные, очень интимные разговоры, которыми я дорожу, которые для меня стоят очень много, я стараюсь сразу не заводить. Сначала я изучаю людей, а потом уже с ними говорю православие на том языке, на котором с ними можно говорить. Я вас еще не знаю насколько, чтобы говорить о том, что для меня интимно. Во-первых, в этом и нет. Ну, вот цель вашего блога. Что вы пытаетесь? Я сию зерна. Я сию зерна. Я сию зерна. Я сию зерна. Я вкладываю мысль о том, что христианство – это не есть вот клубочная, кондовая какая-то штука, в которой там там все радуются православие, самодержавие народность. Нет. Православие – это как раз таки путь к Христу. И вот в том, что это за путь, о том, как Христовский я пытаюсь говорить. Я вкладываю мысль. Одну из мыслей, которую я надеюсь, что само по себе будет расти, развиваться, и в будущем, возможно, приведет человека в церковь. Вот и все. Ну, а как вы считаете, как соотносится ваша деятельность с канонами, со слабыми православными, не нарушательными? Нет. То есть язык и подача и все? У нас нет канона, которая бы как-то запрещала язык вообще. Изменял бы язык вообще человеку. В плане учения церкви все-таки нам нечет обращать работу. Вот в плане языка, ну, вот там, ангелик. То есть ничего, а просто не было. Если бы не было, то я бы запрещал. В продолжение такой вопрос. Во-первых, спасибо большое за выступление и за такое отношение, да? Потому что мы, как раз вот, а лично это не говорят, а говорят именно о том, чтобы мы подумали, вы сделали какую-то работу. У меня такой вопрос. Вот скажите, мы, и вы сейчас сегодня об этом говорили, очень высокий уровень ожидания к православным священникам. То есть тогда мы приходим к врачу, и врач нам оказывает какую-то консультацию, которая не приводит к должному результату или не оказывает консультацию. Да, мы поворачиваемся, идем к другому врачу. Если мы приходим к другому специалисту, мы готовы последовать этому же. Когда мы приходим к батюшке, мы ждем от него того, если вдруг мы этого, с чего сами не знаем, да, если вдруг мы этого не получаем, мы говорим, все, вообще в церкви все не так. Про бабушек в церкви вы уже сказали, это один вопрос, да, но даже когда человек уже в какой-то степени готов, молодой человек прийти в церковь, он приходит в храм, он может быть приходит на исповедь, и уже придя к бабушке, батюшка говорит, нет, мы сегодня не готовы исповедоваться, или вам там нужно сделать что-то еще там, да, или что-то другое в речи батюшки может смутить молодого человека и опугнет его на долгое время, быть может, да, потому что мы обычно приходим редко ради любопытства, а чаще, когда нам уже посланы какие-то испытания, и мы вот с этими испытаниями добрались к помощи Божьей, к помощи батюшки. Вот, как быть этому молодому человеку, ждать следующего груза какого-то наберется, и он в следующий раз придет в церкви, или есть какой-то алгоритм действия, как поступать в этом случае. Если он хочет верить, если он уже хочет прийти в православие, ну, пришел, грубо говоря, не к тому специалисту, ну, батюшка, было не такое настроение сегодня, ну, мало ли чего еще могло случиться. Но это реально житейская ситуация, часто встречающаяся. Можно я имею в виду сложную проблему? Давайте. Все знают, что называются врачи. Врачи лечат болезнь. У меня болит палец, я прихожу к врачу, и врач лечит мой палец. И врач лечит мой палец. Все вроде понятно, очевидно, и все работает. При этом, если, я извиняюсь, вас перебью, если у врача есть какие-то свои болезни, которые он не вылечил, к этому все спокойно относятся. А вот на какие-то поведения, как вы говорили, патриарха Кирилла, и о каких-то ожиданиях к батюшкам, все относятся к глупой рассматривать все недостатки. В православство. В православство. Нет, ну это ладно. Если можно, я продолжу. Все хорошо. Мне болит палец. Мне болит палец, я прихожу к пальцологу, я не знаю, врач как называется пальцем. И говорю, врач, ну, пальцолог, мне болит палец. Врач мне увидит палец, все хорошо. Мы разошлись довольны друг другу. Возможно, я дал врачу денежку на карман. Может быть. Здесь, смотрите, я прихожу к священию. Тут вопрос. А чем должен заниматься священием? Чем заниматься священием? Слышишь, хамля практика? Что такое влечение души? Это психиатра для этого есть. Вы нам расскажете ваше понимание значения священника? Вот выключены к священнику. Что вы этим можете делать вообще? Выключены в церковь? Что вы хотите от церкви? Что вы от меня ждете? Я к чему? Я к тому, что часто запросы, которые поступают ко мне со стороны моих прихожан, очень кардианно отличаются от того, что я пытаюсь до них донести. То есть часто они думают, что я занимаюсь делом А, а в реальности я занимаюсь делом Б. Моя задача не решить ваши душевные проблемы. Я этим не занимаюсь. Моя задача не магически нашумить вам квартиру и счастье в личной жизни. Я этим тоже не занимаюсь. Моя задача не защитить вашу машину, чтобы вы не попали в аварию, там, я не знаю, не распули, там, дорогой Геннедваген, который все копили полу жизни. И этим тоже я не занимаюсь этим. То есть священники таким... Проследовать страхование, то есть психологи, шаманы, в конце концов. Обращайтесь туда, да? Вот. Моя задача как священника привести человека к Христу, показать ему этот путь и показать, как, не знаю, показать, какие идти по этому пути. То есть моя задача привести к Богу, к тому Богу, которого знаю я, как христианин. Все, не более чем. И когда ко мне приходят в том же интернете, например, с запросами, а что мне делать, там, меня бросил парень, и мне уже 40 лет, я старая девственница, я хочу срочно замуж. Вот я обычно так подвисаю, и говорят, слушайте, я не знаю. Ну, я не знаю, чем делать, да? Все конквистами, да? Вот. Хотите, я расскажу, как идти к Христу. Народ сразу подъевает, говорит, к Христу? А зачем нам это нацию? Ну, тут спрашиваем, у вас ответ на вопрос. Вот. То есть я, я ищу к тому, что часто, когда вы приходите в церковь, то есть, возможно, ваши ожидания не соответствуют тому, то есть шаблон, который сидит у вас в голове, не соответствует тому, чем мы, священники, занимаемся на самом деле. Это раз. С другой стороны, я знаю, что священники, как если и врачи, многие некомпетентно свидетельны. Я знаю таких священников, к сожалению, да, то есть это мои коллеги, которые, ну, которые тоже занимаются как-то ерундой по жизни, действительно пытаются кому-то там нашаманить. Такие тоже бывают. Вот. И, наверное, это не очень хорошо, наверное. Вот. Но, тем не менее, да, то есть, если бы все понимали, да, то есть, если бы была схема проставить с ними пальцем больным, то все было бы намного проще, да? То есть, то есть, я знаю, что священники приводят людей к Богу, и тогда, когда мне нужен Бог, когда меня просто, когда меня тошнит вообще от происшествующего времени, когда я ищу выхода вообще в Минске для своей вечности, вот тогда, когда я пытаюсь найти Бога, я прихожу к священнику в поисках Бога, священник мне показывает этот путь, вот тогда все хорошо. Но, честно, я уже устал отвечать на запросы, которые не соответствуют моей профессиональной деятельности. Я не знаю, как решить, да, многие-многие манят за ваших проблем. Это свои узкие специалисты. Вот. И церковь существует исключительно, по сути, для одной функции в этом мире. Не для устраивания счастья в личной жизни всех вокруг окружающих. Христианство не про это. Христианство – это исключительно про путь к Христу. Знаете, как говорят, «Истуд брака». «Истуд брака» – он не про воспитание детей, на самом деле. «Истуд брака» – он не про совместное, не знаю, постройку квартиры и получение ремонтного кредита. Это тоже не про это. Ну, для кого-то может быть про это, но вообще не про это. На самом деле, «Истуд брака» – но только одна цель – это воспитание любви между людей. То есть, я жениюсь на этой девушке, для того, чтобы с ней вместе прожить основную жизнь именно в пути любви друг к другу. То есть, я взращиваю эту совместную любовь. Я совершенствую именно в форме общения, именно как любовь между мной и ей. И я понимаю, что это очень странно. То есть, жениться ради того, чтобы никогда в жизни не болеть, и после свадьбы никогда больше не видят свою жену. Ну, как у нас происходит с хрещениями. Я приходит, понимаете, если ты получаешь, я спрашиваю, а зачем? Чтобы дитя не болело. Я за это не отвечаю. С христианства – это путь, путь движения к Богу. Как и брак – это путь движения к любви. Ну, по сути, тоже к Богу. Ну, я так считаю. И все. И давайте использовать всех, не знаю, всех специалистов по назначению. Священники, по идее, нормальные, компетентные священники, они указывают путь к Богу. Поэтому, когда приходят к священнику, задают ему вопрос, задавайте правильный вопрос. Как не идти к Богу? И здесь уже, я думаю, что довольно просто, судя по ответу священника, понять, насколько он компетентен. Как и когда вы приходите к врачу с больным пальцем. Врач начинает лечить пальцы, через какое-то время вы понимаете. Либо это шарлатан, который с вас просто кто будет ввести деньги. Либо человек, произносит свое дело, который ввязался с вашем случае. Возможно, сложный случай, но это мнение, он вам помогает. Это, наверное, можно определить. В случае с врачами. Думаю, что то же самое в случае с освященниками. При наличии правильного запроса, если вы попали к правильному специалисту, вы, вообще-то, вполне можете прийти и к правильному результату. Вот. Пожалуй, так. Спасибо. Еще вопросы, если есть. Я понял. Тогда, я пожалуй, на сегодня все. Спасибо. Тогда, ребят. Вы решите поблагодарить отца Александра от всех присутствующих за интересную беседу. Надеюсь, что и в пост, который сейчас идет, и в обычные дни вы не забудете и по своей территории посетите храм. И даже если поблагодарите Господа за то, что благодаря отцу Александру вы посетили храм, это будет тот вклад, который сегодня для чего мы эту, в общем-то, встречу организовали. И что я остался ведь без пропаганды, не гнать вас храм насильно. Это исключительно ваше добровольное решение. Конечно. Конечно. Только ваше, личное. Но через общежь, наверное, приходит. Спасибо большое. Вам тоже. Спасибо. 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 Действительно, очень понравилась та форма, которую избрал для общения отец Александр со студентами. Потому что молодежь по-разному относится. и то, что отец Александр не навязывал свое мнение, не направлял всех в храмы немедленно после проведения лекций и общения со студентами, а именно позволял задуматься на живых интересных примерах из жизни даже той среды молодежной, чувствуется, что он знает. он дал понять о том, что именно вот в храме можно найти путь к Богу. Это очень важно для молодежи, которые в головах очень много сумятицы происходит, исходя из нынешней действительности. Поэтому мы пошли на такую встречу. Мы, преподаватели, готовы и дальше сотрудничать. И спасибо нашей епархии, которая действительно организовала и привлекла такого батюшку к нам. Мы используем такую форму и с нашим по территории, расположенным близко храмом Серафима Саровского, настоятелем, который является протеерей Пётра Симора. Мы общаемся и мы проводим. Батюшка проводит круглые столы, замечательно, относительно вот института брака, особенно на Ура проходит, когда он на живых примерах объясняет, почему институт брака нужен, они доказывают, что он уже отмирает, что сожительство ребята воспринимают как форму общения, и он убеждает их, и в спорах рождается истина. Поэтому институт благотворительности был посвящен круглый стол. сотрудничество, оказание помощи лицам, попавшим в беду. И поскольку у нас обучаются юристы будущие, психологи, для них такие круглые столы очень, и в процессе познания своей профессии, очень необходимы. И мы эту форму используем. В нашем Волгоградском госуниверситете это приветствуется. Поэтому мы готовы дальше сотрудничать. Это помогает нашему учебному процессу. Наверное, это путь к тому, что мы все-таки братья. И для нас это очень знаково. Особенно сейчас, когда в другой братской стране Украины мы видим другие примеры, и происходят другие события, печальные, на наш взгляд, что мы едины. И поэтому очень символично и мы готовы слушать священников из братских нам стран, для того, чтобы познать, понять, что мы одной верой, что мы братья, что у нас единые корни. И будем готовы и дальше слушать, и общаться. И спасибо большое, кто организовал такую встречу. Возможно, и стал приехать священнику. спасибо. Спасибо. Продолжение следует...